Небольшое слово сказать о вечерней. В молитвах сейчас встречается слово вечерний и невечерний. Вечерний свет осеял, рядом тьма. Что такое жизнь человеческая? Кто такой человек? Такие вопросы задавать, кажется, не так понятно. Человек ходит на двух ногах, поэтому геморроем болеет. Скотина ни одна не болеет. Это болезнь за прямохождение. Но не это главное. Главное, что впереди моя смерть жил в Ахустоил 969 лет. Это самый долгожитель. На земле. Земля больше не может дать. Есть два человека, которые живут тысячи лет не умирая, или я и ног. Но это уже не земные, где-то там ничего про них мы не знаем. Но самое-то главное, определение человеку Бог дал при создании его по образу и подобию своему. Сколько в этом заложено, сколько сказано, а до конца никогда нам не понять, почему это божественное, оно сокрытое. И то, что написано о Боге в Библии, это применительно к нашим понятиям. И увидел Бог, что разлилась земля, и раскаялся Бог, что сотворил человека. Бог не может каяться. Раскаивается тот, когда человек женился, такая красавица. А теперь житья нет никакого, он раскаялся. То есть он не знал. Бог-то знает до последнего поворота земли, чтобы нам было понятно. Или Господь говорит, вопль на жителей земли вели, сойдем и посмотрим, как будто мы с высоты, Богу не видно, ему надо шагать по лестнице, чтобы понятно было, что Бог ничего не делает после тщательного рассмотрения. И наказание, передать ему что-то было другое. Когда человек согрешил, он стал смертен. Слово смерть зазвучало в раю. Дерево, познание добра и зла. А что человек узнал? Он узнал, что слушается Бога хорошо, а не слушается плохо. Он больше ничего не узнал. И человек стал смертен. Но давайте представим, что люди не умирают. Живет 100-200 лет. Но он все время стареет. Мы знаем, вот предел, силы иссякли, вздохнул и умер. Это мы знаем в больнице. Ну а что за этим, если ему еще дать? Вот когда полный кризис, еще 50 лет. Даже представить нельзя. Это одни кости. Человек не подниматься не может. Что бы было на земле? Почему он зла Таус говорит, смерть это благо. Смерть благо? Да. И мы должны с этим согласиться. Мгновение. Одно мгновение. То есть мигнуть глазом. И мы на той стороне. Поэтому обольщение вот этой жизни, оно не только не имеет оправдания, а смысла не имеет. Вот он маленький бегает. Ну а не, что о смерти говорить-то? Все впереди. А впереди ничего и нет. Один раз мигнул здесь. И все исчезло. И он уже старый, состарился. И который на нас был. Представим себе, что считали псаны Давида, Матфея, Евангелия. А они, эти люди, живые. Сегодня. Как бы они выглядели? Они такие же смертные. Я когда первый раз услышал, как Иоанн Зла Таус говорит, смерть есть благо. О! Как это может быть? И Иоанн Зла Таус разбирает, самая легкая смерть. Еще, оказывается, это. Да. И самая легкая смерть, это не выдумка. Легкая смерть, это утонуть. Поэтому Бог навел потоп. Он был в землетрясении, земля провалилась. И люди бы все в преисподне были. Как? Глотнул даже ни боли никакой, ни пыток. Он с сознанием померто и пошел ко дну. Я тоже об этом не думал. Как важно знать творение святых отцов. А самая трудная какая смерть? Наверное, пытки за стенкой гестапо или НКВД. Нет. От голода. В блокадном Ленинграде. Как человек истаивает, есть нечего. Глаза впали. И дальше начинается людоедство. Кошек, крыс поели. Ничего нигде нету. Как пишут, первый раз люди увидели у них кошку, сохранили. У нее маленькие котята. Они в окне ее поставили. Как все прохожие шли, глаз не спускали. Не то, что красиво, а то, что это еда. Как мы должны быть Богу благодарны за то откровение, что мы временные, чтобы не обольщались этой жизнью. Воссиял свет, не вечерний, это вечный, на небе, со Христом. И мы туда идем. И когда видят люди, что мы живем бедно, у нас, ну не так, как вот, которые стараются денег побольше взять. Ну не такие мы. Такие бы мы ни были, мы не такие. И милостью не Бог научил нас творить. И не привязываться к этой жизни. И жить в таком недостатке, при малых площадях. И одежда-то наша не тысячи стоит. Мы благодарны должны быть Богу. Это все напоминает о смерти. И вечерняя молитва говорит, семье, смерть предстоит. Гроб принадлежит. Мы на глазах ложимся в постель, не одеялом укрываемся, а крышкой гроба. Это напоминание нам. И смерть рядом стоит. Многие легли спать и не проснулись. Ну, правитель Брежнев, он лег спать и больше не проснулся. Его со всех сторон охраняют, но не видят, как кто-то заходит мимо часовых. Самый древний проповедник, имя которому смерть. Все мы умрем. И поэтому написано в послании Крильном, 6 глава, 23 стих. В Адаме все умирают. Ребенок родился, и мы сразу должны сказать, и он умрет. Он подрастает на один день ближе к смерти. Но если бы мы это помнили, мы бы все время говорили детям, мы с мертвой, не привязывайтесь к этому. Не смотрите, как люди мира этого действуют. Смотрите, как действует Господь. Будьте святы, как я свят. А возможно ли это? Это невозможно. Но эта планка, она поднята. Будьте святы. Подражайте мне, Павел говорит. Мы должны найти примеры. Разобрать с детьми, что такое хорошо и плохо. Хорошо и плохо познал Адам с Евой. Слушаться Бога, это самое наилучшее. И ребенку, когда говорите, ты скажи, ты мне не слушайся, мне знаешь, как это тяжело. Я узнаю, как делать. Я о тебе забочусь. Я кормлю тебя. Но если имеете какую-то скотину, не дайте ей 2-3 дня. Как она будет реветь? Вот мы так зависимы от Бога. Мы смотрим на Его щедрые руки. Господи, подай хлеб наш насущий и не только сие. И поэтому, когда мы видим солнце заходит, свет вечерний. Еще мгновение и за горизонтом нашей жизни. Не вечерний в царстве небесном. И царствия Его не будет конца. Да положит Господь нам на сердце размышлять об этом. А где лучше все время проводить? И он зато говорит, в судилищах. И там, где казнят. У гроба ближних. Был такой пилосов в антене у французов. И он говорит, отрицать Бога под звездным небом. И у гроба ближнего могут только явные преступники или лишенные разума. Там все напоминает о Боге. И я там буду. И я умру. Поэтому не надо печалиться. Смерть это естественно. И не протився смерти, Серафа говорит. Это Божье повеление. Мы все смертные. Но и за это должны благодарить Бога. Господи. Я зубы лечить. Я думаю, а что лечить-то? Через два дня мне 80. Так может и не надо ничего. Да Бог его знает. Живой говорит, о живом думает. О живом, о жизни вечной. Господи. Умудри. Спаси. И благослови. Аминь. Аминь. Аминь.